Футболисты Сочи на правах хозяев первыми создали опасный момент. На восьмой минуте Владимир Шейхуддинов умудрился дотянуться и перевести мяч на угловой после удара Лазарева. Ульяновцы в середине первого тайма провели несколько атак через левый фланг, и Полях заработал опасный штрафной. Мяч после удара Белалова пролетел рядом со штангой. Ответ сочинцев не заставил себя ждать. На 33-й минуте мяч после углового угодил в ворота желто-черных. Далее команды обменялись опасными моментами, но на перерыв разошлись с минимальным преимуществом южан. Хозяева чуть лучше владели мячом по первому тайму. Стандартное положение, мы пропустили мяч, мы его в раздевалке разобрали. Ну, там, конечно, были ошибки у нас игрока, который допустил. Второй тайм мы провели более активно и более агрессивно. В самом начале второй 45-ти минутки едва не забил Роман Минаев. Но хозяев спасла реакция голкипера Николая Заболотного. А на 63-й минуте все тот же Минаев чуть не дотянулся до навесной передачи. К середине тайма обе команды освежили игру заменами, что позволило волжанам провести концовку, что называется, в атаке. Но хозяева, подловив желто-черных на контратаке, усилиями Руслана Барта на 89-й минуте сделали счет 2-0. Положительный результат. К тому же удалось дать игровые минуты тем игрокам, у которых не было достаточно игрового времени до этого, особенно молодым игрокам, и готовимся дальше к следующему важному матчу. В итоге, уступив со счетом 0-2 футбольному клубу Сочи, «Волга» завершила свое выступление в Кубке России. Но южное турне желто-черных продолжается. Ульяновская команда перебирается в Краснодар, где уже в ближайшие выходные сыграет матч второй Лиги А с местным Краснодаром 2.